Привет всем участникам и зрителям канала ТГР. С вами Рим. Близится Новый год. Я постепенно сдаю какие-то зачеты. У меня постепенно освобождаются дни. И вот сегодня неожиданно даже для самой себя У меня появилось свободное время. И я считаю, что это свободное время прекрасно подходит для того, чтобы завернуться в плед и почитать какую-нибудь небольшую визуальную новелку. Что я сейчас собираюсь и сделать. А выбрала я для этой цели новелку, которая называется Хатуфу Бойфренд. Вот честно, первое слово меня смущает. Я его никогда не видела в английском. Не знаю, может это смесь английского с японским. Оно значит, например, что-нибудь типа «heartful», если такое слово есть, что-то типа «пылкий», «влюбленный», «сердешный». В общем, что-то такое. Но суть в чем. Мы играем за девушку. Как я надеюсь, что все-таки мы играем за девушку. Она поступила в высшее учебное заведение для голубей. Хотя сама голубем не является. Прикол в том, что эти голуби могут видоизменять свою форму. То есть могут принимать человеческий облик. Что, в общем-то, круто. Поскольку крутить роман с голубем, если ты человек, это все-таки как-то зоофилией немножко напоминает. А я не любитель такого. Вот. И что интересно, главная героиня, она не голубь. Она просто человек. Ну, вот захотелось ей поступить в этот вуш. Ну, поступила. И дальше уже ей решать, кого выбрать. Ну, как бы ей решать. Выбирать-то за нее буду я. Вот. Как-то так. Просто захотелось поиграть во что-то такое легкое, ненавязчивое. Хорроры уже надоели. Детективы, квесты приелись. Ну, в самом деле, сколько можно. А тут такая вот замечательная игра. Что-то вроде симулятора свиданий, только от лица девушки. Ну, не все же время Алису в бесконечном лете клеить, правильно? Или Арум в масс-эффекте там. Нужное разнообразие какое-то немножечко. Так. Я не сразу разобралась, честно говоря, тут с русским языком. Я почему-то думала, что новелла только на английском. Но нет. Перевод есть там и на французский вроде, и на немецкий, и на испанский, и на еще какой-то язык. И на русский есть тоже. Поэтому нажимаем мы с вами новую игру. И, слава богу, переводить ничего и мучиться над смыслом слов мне тут не придется. Так. Сент-Пиджио Нейшнс Институт. Добро пожаловать в Сент-Пиджио Нейшнс. Пожалуйста, введите ваше имя. Вот это мне очень понравилось, что можно свое имя вписывать. Героиню зовут Хие. Я, правда, никогда это имя не слышала раньше. Ну, мы не будем мудрить и назовем все Рин. А дальше, что мне понравилось? Фамилия Тосака. А если кто не знает, то Рин Тосака – это персонаж серии визуальных новелл. Фейт, там, Фейт-Зиро, Фейт-Стейнайт и еще какой-то Фейт. Есть, в общем, их до кучи. Есть аниме там же, которое я, правда, не досмотрела полностью. Но один рут видела точно. Рин Тосака – это одна из тамошних персонажей, которая произносит заклинания на немецком языке, от чего она мне нравится еще больше. Не только потому, что она моя тесна. Так что, Рин, я выбираю тебя. Вам подходит Рин Тосака? Да, нам это очень подходит. Нам, нас это устраивает. Жмем, да? И есть тут еще одна штука. Угу, игра переводится как «Милый друг». Ну, хорошо. Вполне приемлемый перевод, я считаю, нормальным. В игру «Милый друг» встроен мощный визуализирующий модуль, способный даже самых заядлых птиц Ну, вот «Заядлых птиц» уже звучит как-то не очень. Заядлый и курильщик, может быть, заядлый. Еще там кто-то. Знаете, когда речь о привычке идет? Господи, я уже начинаю как… Ты ж переводчик, бугнить. Ну, просто, да. Влияет, влияет. В общем, птички могут представать перед нами в человеческом облике. И мы можем включить эту функцию, а можем ее не трогать. Но, знаете, мне очень интересно посмотреть на то, как будут выглядеть. Ваши парни потенциальные. Поэтому, конечно же, пускай портреты игра нам показывает. Настройки сохранены. Отлично. Мы можем приступать к обучению. Сейнт Пиджо Нейшнс – одна из самых выдающихся на свете. Видимо, академии или учебных заведений. Прошел уже год с того момента, как я переступила порог этой школы. Должна отметить, эта школа довольно известна. И чем же она известна? Она – самая популярная в Японии. Нет, в мире. В ней обучаются одаренные птицы. Все, кто хочет преуспеть в изящных искусствах, науках и даже в спорте, прилетают в Сейнт Пиджо Нейшнс. Школа пестрит, как персидский ковер, многообразием видом птицы. Порой я задумываюсь о том, что я тут делаю. Ведь я же не птица. Как тебя приняли, как действительно, если ты не птица? А директоры у них тут тоже голубь. Интересно просто. Длинная история. Не каждый день ты так спешишь. А вот и первый наш собеседник. Риота. Ну, мне кажется, Риота – это неправильно. Риота, скорее. Ну, так это и не должно встречать. Рин, ты же обычно уже за час готова. Ну, в принципе, да. В реальной жизни я тоже стараюсь и заранее подходить свои попары. Но иногда случаются форс-мажоры. И те же пробок, например. Проспала? Иногда бывает и так. Но, правда, мы сейчас во вторую смену учимся, поэтому проспать довольно сложно. О, Риота Ковара. А он симпатичный. Глаза, правда, красные меня пугают. Так, не досыпав, что ли. Прядки и огромные. Ну, типичные анимешные глаза. Милаха. Этого сизого голубя зовут Ковара. Мы знаем друг друга уже очень давно. Почти с его рождения. Порой он может быть немного вредным, но в основном добрый и ответственный. То есть, какой у вас мир? Это мир что-то вроде, где маги дружат с обычными людьми, я не знаю. У вас бывают полупробки, например. Может быть, об этом скажут потом. Завтрак сегодня сложно было словить. Не могу расслабиться без красного мяса в животе. Красное мясо? Интересно. Да, жить как охотник-добыватель нелегко. Знаешь, я бы с радостью сделал тебе завтрак. Пожалуй, ловлю тебя на слое. Подождем, когда прибудет голод. Прибудет голод? Ладно, я не буду ругаться на период. Не буду. Просто буду читать дальше. Спасибо, Риота. В конце концов, это лучше, чем читать по-английски. Думать, как это правильно перевести. О, уже звонок? Давай, пора в класс. Божечки, нехорошо опаздывать в первый день. Первый день? А вроде же уже год прошел. Разве нет? Или я чего-то не поняла? Значит, Риота затащил нас в школу. Сегодня начинаются новые семестры. Интересно, что он нам готовит. Ну, все как обычно. Учеба, учеба, сессия, небольшие каникулы. Когда-то зуба. В том году я лишь привыкала к окружению. Надеюсь, этот год будет богат на события. То есть мы уже второкурсники, получается. Лучшая голубиная академия от голубей для голубей. Первый семестр. Замечательно. Но по какому принципу вы людей так себе принимаете? Очень интересно. Мы с Рёдой в классе 2-3, как и в том году. Старые лица, новые знакомые. Странное чувство наполняет мое сердце, во время как я обрядываю класс. Хотелось бы ни с кем не ссориться. Ну что же, за новые знакомства и счастливые воспоминания. О, учитель пришёл. Вот, кстати, интересно, как у них каждый год постоянно меняются классы. То есть сначала они учились с одними ребятами, а потом на следующий год уже с другими. Это ведь всё-таки сложно. Если, например, ты оказываешься без своих друзей в новом классе, это поначалу, по-моему, вообще трудно-трудно. Постоянно привыкать к чему-то новому. Это же бесконечная стряска. И учителя у них голуби, значит. Учитель Казуаки. Всем доброе утро. Меня зовут Нанаки Казуаки. Я буду вашим учителем в этом году. А у них чё, ещё каждый год учителя меняются. Я специализируюсь в математике, физике и ещё кое-очё. Понятно, мы с тобой не подружимся. Я гуманитарий. Хронический и бесспорный гуманитарий. Сэр, подъём, вы нас отмечаете. Он спит с открытыми глазами? Это лучше как-то спит, в смысле. Или что? Забавненько. А-а-а, слушайте, мы что, ещё с учителем можем закрутить? Или нет? Или спрайты будут показывать абсолютно всех персонажей? Ну, блин, мне он нравится. Э-э-э, перепела... А как сказать правильно? Перепела-перепёла? Потому что перепёлка я знаю в женском роде только, а как в мужском не знаю. Ну ладно, суть в том, что эту птичку зовут Нанаки Казуаки. Он ужасно сонный учитель математики. Боже, какая прелесть. Говорят, он может заснуть посреди пары. Но я не ожидала, что он просто так уснёт. Хотя он довольно известный математикой. Так оно и бывает. Лучшие умы немного странны. С прибабахом, значит, у нас препод замечательно. Просто всегда мечтала учиться в каком-нибудь учебном заведении. У нас тоже, знаете, некоторые преподаватели особенные есть. Ах, извините, как думаете, не слишком ли тут жарко? И я вспомнил. У нас студент по обмену. А, теперь это так называется. Но она же уже второй год учится. А, это не про нас речь. Пардон. Пожалуйста, представься, Широгану. То есть у них учителя по обмену... Господи, ученики по обмену могут быть тоже. Как птички, да? Сакуя, зачем? Я не желаю общаться с простолюдинами. Не думайте, что я тут по собственному желанию. Ишь ты какой. Посмотрите. Раскушился. О, ясно. Думаю, на этом закончим. Эй, 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 не надо так. Но он не хочет представляться. Ну так и что? Ну оставь его в покое, господи. Нужны там нам еще тут выскочки всякие. Мы не можем позволить ему просто так нарушать правила, сэр. Тогда система развалится, и мы все превратимся в кулаков и диссидентов. Кулаков и диссидентов. Ладно, я просто пропущу эту фразу. Но мне кажется, там имелось в виду немножко другое. Ну, если так ставишь проблему, можешь ли ты хотя бы назвать свое имя? Широганы. Да, переводчики не постарались. И ошибки, и буквы местами поменены, и все такое. Плохо, когда так вот. Широганы лебель сакуя. Француз, что ли? Хм. Напущенный-то какой. Ну, он тоже ничего, но напоминает какую-то снежную королеву. Всем своим видом. Не люблю таких выскочек. Исключение составляет разве что в один персонаж из новелки Денделайон. Но об этом потом. Похоже, того голубя зовут Широганы Сакуя. Такое оперение хочет себе любая птица. Мудрено, что он такой гордый. Он довольно нервный, но переезд кого угодно сделает нервным. Надеюсь, мы сможем подружиться. Это будет непросто, даже если ты попытаешься. Сакуя садится на место, сверля нас с ретой ледяным взглядом. Ну, в большинстве случаев такие вот выскочки, они же только внешне. Строят из себя таких недотрог. На самом деле, у них обычно за плечами оказывается какая-то своя история. Свои причины, по которым они так делают. Ну, это, конечно, неприятно, когда сталкиваешься с таким типом. Думаю, что с этой птицей могут возникнуть проблемы. Уже обед. Сегодня время как вода течет. Я вспомнила, что у меня библиотечные книги все лето пролежали. Нужно их вернуть. А вот это, кстати, не про меня. Я все стараюсь давать в город. Да, хотя тут и в библиотеку сейчас особо не походят. Большинство учебников нам в электронном формате. Это намного удобнее. Где все? Кроме библиотекаря никого. Ась? Кто-то смотрит на меня. А, тут вопрос. Кто-то смотрит на меня? Да, скорее всего, воображение. Еще одна птичка. Или нет? В темном углу стоит горлица и смотрит на меня. Горлицы не очень распространены в Японии, но в Америке их много. Эм, ты хотел что-то спросить? На гекке. Какие интересные имена японские. И никогда ведь не знаешь, как правильно их произносить в этом уголе. Он отвернулся. Не очень. Не очень что? Думаю, это он на меня смотрел. Больше некому. Уверен? Да, мне от тебя ничего не надо. Может быть, тебе нужно то, что я держу? Он переводит взгляд на стол библиотекаря, как бы говоря. Давай, верни их уже. Оу. Слишком уж они сложные. Так и не дочитала. Ты ждал их все лето? Он молча возвращается к книге. Может, у него плохое настроение? Меня зовут Тоса Карин. Я со второго курса. А ты? А ты у нас скромняга? Или как тебя охарактеризовать? Ты? На гекке. Фуджи Широ. На гекке. Бон. Джеймс Бон. Новичок. Понятно, почему ты такой скромненький у нас. На гекке Фуджи Широ. А имя-то у него получается Фуджи Широ? Нет? Или я не права? Ну, по идее, в японских именах же сначала фамилия идет, а потом и... Фуджи Широ на гекке. Хорошо. В горлеце редкие гости в Японии. Он у нас, значит, американец. Может быть, у него просто такой грустный голос? Остать меня. Он снова читает свою книгу. Хорошо. Извини за беспокойство. Сегодня мне попадаются только грустные люди. Ну, прям. Я бы не сказала, что этот высокомерный тип в классе такой грустный. Ну, да и Лёта вроде бы... С чего ты взяла? Теперь, когда я сдала все книги, можно возвращаться в класс. Стойте, разве это не... Хм... Тебе должны были сказать, чтобы ты не подходил ко мне в школе. Да брось, Сакуя. Зачем ты говоришь такие вещи своему брату? После всего, что между нами было. После всего, что между вами было? Э? Хе-хе-хе. Брату? Ты, должно быть, шутишь. Ты никогда не был мне братом. Пожалуйста, больше со мной не разговаривай. У меня нет времени на грязнокровок. Удаляюсь. Оп. Я была права. Полукровки в этом мире существуют. Только мне интересно, каким образом они появляются на свет? Ладно, не думать, не думать, не представлять. Все. Все в порядке. Эй, подожди. Ю-я. Какое-то имя у него финское. Не знаю, почему мне так показалось. Хоть мы в одной школе, но будь как будет. Я не хотела подслушивать, но думаю, я словила что-то интересное. Законодатель моды и любимец дамца казаки Ю-я. Брат Сакуи. Интересно, в чем тут соль? Эй. Заметил меня, да? Ты все слышала, да? Ты подруга Сакуи? Хм, да боже упаси. Сейчас. Извини. Я не хотела. Ха-ха. Расслабься. Я хочу всегда оставаться для вас, милые дамы. Кем-кем? Сексуальным мелком? Господи. Я еще пока не видела твоего спрайта в человеческом обличии. Так что извиняй, пока ты не такой, каким хочешь казаться. Но тут как-то не очень вышло. Перевод жжет. Серьезно. Ох, парень в очках. По-больному бьете, а? Прям по фетишам. Ай-яй-яй. Этого веерхвостого голубя зовут Саказаки Юля. Он старший курсник. По-моему, на своего братца, да, только очки. Я раньше никогда с ним не разговаривала, но он знаменит. В школьном масштабе. Тут каждый птиц его знает. Тебя зовут Рин, да? Как ты? Я всех тут знаю. Тем более ты человек. То есть, ты можешь человека-то не знать по имени. Тебя не пропустишь. Говоришь, вы с Саку ей друзья? Ну, не то чтобы. Мы немного не поладили при знакомстве. Мы одноклассники, вот и все дела. Никогда бы не подумала, что этот напыщенный притвор от твой брат. Притвора? На самом деле он настоящий аристоптиц. Так сказать, воплотил. Правда? С ним сложно ладить. Так что удачи ему на ней. Адьё. Все-таки с Францией что-то там связанное. Да, я была права. Он и правда аристократ. Про Ююю, господи, как выговорить-то это? Про Ююю такого не говорили. Похоже, странное дело. Я тоже слышала. Его назвали грязноклопкой. Значит, он полупровка. И никакой не аристоптиц. Все. Что, вывод не сделаешь, что ли? На сегодня все. Будьте бдительны. Ура! Фары закончились. Я б тоже так радовалась. Да, если бы могла. Сэр, где Лёта? Он сказал, что пойдет в медпункт. Может, тебе стоит сходить и узнать? У Лёта всегда был слабый с желудок. А, ну тогда неудивительно. Нужно сходить в медпункт и справиться о нем. Ну хорошо, давай сходим в медпункт. Правда, этот учебный день какой-то бесконечный у нас получается. Извините. Есть тут кто? На кушетке за занавеской никого. Да и доктора нет. Мои охотничьи инстинкты никого не чувствуют. Пусто. Лёта? Ответа нет. Медпункт пуст. Странно. Они уже ушли по домам? Не шибко приятно быть одной в пустой комнате. Нервишки пошаливают. Теперь я понимаю, что нечастый тут гость. В отличие от Лёты, я довольно здоровая. Довольно здоровая. Ну молодец. Ух ты, как тут много лекарств. Я ж надеюсь, ты не пойдёшь сейчас пробовать их. А то ещё унесёшься в неведомые дали. Эптилар, 3Т, люцио, бензин. Для чего они? Господи, такие же названия, как и в нашем обычном мире человеческом. Фиг вы говоришь. Не желаешь ли узнать? Нас кто-то подловил? Ух ты, господи, я аж испугалась. Ух ты, господи, я аж испугалась сначала. Какая большая птица. Ну, вернее, она только кажется таковой. Наверное, она на самом деле не такая большая. Скорее, просто распушённая слишком. Да-да, доктор? Шух зовут. Я тебя всем этим накормлю, если хочешь. Какой-то странный доктор. Мне он уже не нравится. Напоминает эту виолу из Бесконечного лета. Господи, стрёмный. И музыка из щелкунчика. Здорово. Нет, спасибо. Ой, а он довольно красивый, между прочим. Шу и Вамина. Господи, да тут глаза разбегаются просто. Гляньте, какой выбор. Как тут прикажешь выбирать одного единственного из такого цветника? Эту куропатку зовут Шу и Вамина. Он школьный доктор. Куропатка, значит. Хорошо. Вот, кстати, ещё чем полезна эта новелла. Можно расширить свои знания в области орнекологии. Почему бы нет? Я далеко не во всех птицах разбираюсь. Это вот прям учебное пособие. Он довольно-таки неприятный тип. И его недолюбливают студенты. Но внешне он привлекательный. Ох. Все знают, что тут спокойно можно заразиться гриппом, орнитозом. Или... Ой, я прокрутила случайно, не посмотрела. Короче, он страшный тип и может кого угодно заразить всякими нехорошими болячками. Я даже не слышала, как он вошёл. Доктор, ниндзя? Хе-хе. Забавненько. Не думаю, что вы пришли сюда за лекарство. Что-то не очень на вас похоже. А мне сказали, что Рёта... Ковара из класса 2-3 должен быть здесь. Он уже ушёл. Фу. Почему он не нашёл меня, прежде чем пойти домой? И извините за беспокойство. Уже ухожу. Ну, почему он тебя не нашёл? Мало ли. Может, у него там так сильно живот скрутило, что он просто не успел? Ты уже надумываешь себе чего-то, подумаешь, не подождал тебя. Ах, наконец-то я выбралась из логова зла. Вот, значит, как это место здесь называется. Рёты там не было. Что же теперь? Ох, я так и не вступила в клуб в прошлом году. Да ладно, тебе позволили, что ли, целый год проходить просто так, не вступая в клубы? Япония же с этим жёстко. По-моему, на протяжении месяца первого ты точно должен куда-то присоединиться. Может быть, в этом году получится. Думаю, можно выбрать футбол, бейсбол, бег, кендо, миграцию, наблюдение за птицами. Ты хочешь всё это выбрать? Это слишком жирно, по-моему, тебе не кажется? И это всё? Ну да ладно, начну с бега. Я бы точно бег не выбрала. Я бегала в средней школе и всегда весело смотреть на бегающих птиц. О, мне кажется, это очень забавно, как они на своих маленьких, коротеньких ножках это делают. Они же... Странно, что они вообще бегают. Они, по идее, летать должны. У них должен быть какой-то птичий клинич там, я не знаю, что-то в этом роде. А у них простой бег. Ну ладно, посмотрим, что это такое. Думаю, их штаб находится на первом этаже. Белый голубь бесится на улице. Бесится. Ещё один какой-то новый голубь. Нас просто забрасывают голубями мужского пола и не дают передохнуть. Тут женщины-то вообще есть, кроме меня, интересно, или нет? Курлы, курлы. Это не пудинг для мужика. Курлы. Окусан его отвергает. Ложь. Подделка. Он топчется вокруг раздавленного пудинга. Эй, нельзя так обращаться с пудингом? Пудинг это святое. У него нету человеческого спрайта? Интересно. Это Окусан. Он трубастый голубь с шикарным хвостовым оперением. А с первого взгляда и не скажешь. И он всегда чрезмерно активен. Может быть, это знак того, что с ним точно замутить нельзя. И это хорошо. Потому что, как мне показалось, уже достаточно кандидатов мы увидели. Хватит. Курлы. Окусана ужасным образом обманули. Страшнейшее предательство. Предательство? Курлы. Окусану сказали, что новым членам раздадут пудинги. Но это не пудинг. Избит, отвержен и предан. Выволокли на улицу и спристрелили. Свои же. Занятный тип. Он уже раздавлен и весь в грязи. Но на вид так обычный покупной пудинг. Что с ним не так? Курлы. Хишиняная леди. Окусан использует атаку крылом. Она крайне эффективна. Они помянут день, когда связались с Окусаном. Он снимет с них кожу, повесит и расстреляет на рассвете. Какая ж ты милашка. Прелестный голубь. Окусан должен тренироваться для достижения истинного пудинга. До скорого! И он улетел. Окей. Хороший ответ, но при чем тут вообще пудинг? Не знаю, Ирина. Я вот тоже думаю. Так закончился мой первый день второго семестра в Сент-Фиджио Нейшнс. А почему второго семестра-то? Если это второй год, то это уже третий семестр должен быть. Разве нет? Как-то не совсем логично, знаете ли. Сегодня мы должны выбрать совет класса. Так, да, значит, у нас сверху дату показывают. Судя по всему, сейчас апрель. Начали мы играть 8 апреля, а сейчас уже 11-я. То есть прошло три дня. Ну, хорошо, что хоть не каждый день подряд мы будем ходить в школу, наблюдать за всякими сонными учительными математиками и переживать о том, что наш лучший друг после миспункта нас не подождал и ушел. Это уже к лучшему. Ну, давайте еще немножечко посмотрим, что здесь будет. И я думаю, можно будет потихоньку заканчивать первую серию. Значит, совет класса. А вы тоже, получается, каждый год и заново его выбираете? Ну, в принципе, в вузах так, что и со старостами тоже поступают. Но у нас уже старосты стабильны практически с первого курса. Так что так. Как вы знаете, школьные правила не обязывают вас уступать в клубы. То есть у вас такая смягчающая политика в школу на курсу. Так что можете смело идти домой после занятий. Конечно, если вы хотите поучаствовать в жизни школы, то можно вступить. Я думаю, от того, куда мы вступим, в итоге будет зависеть, на чей рут мы выйдем. Ну что ж, будем смотреть. Курлы! У Акасана есть время только на бег. Ну, я бы все-таки не хотела идти на бег. Я и сама не очень это дело люблю. Вот. Да и как-то с окусаном сталкиваться, мне кажется, опасно для жизни. Слава, Широган, а что выбрал ты? Это тот самый скромненький мальчик, да, из библиотеки? А, нет, подожди. Это этот, гордый наоборот, я перепутала. Что за глупый вопрос? Хм, меня уже назначили. Назначили? Интересно, кто и зачем? Точно. Тебя выбрали президентом студенческого совета при зачислении. Что? Эту наглую морду с клювом президентом студенческого совета? Да он же тут в жизни вообще никому не даст, мне кажется. Самовлюбленный болван. Что за пумовство? Разве мы не будем голосовать? Видимо, нет, Рин. Мне хватает просто в школу ходить. Ты же за мамой присматриваешь. Хм. Куда бы вступить? Ну, нам выбор-то хоть дадут, я надеюсь. Куда вступать? Выбрать. Ну, давай, 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 выбирай. Смотрите, значит, что у нас есть. Студенческий совет, легкая атлетика, либо библиотека. Так, хорошо, мне кажется, я начинаю понимать логику этой игры. Студ-совет это у нас Сакуя. Легкая атлетика это... О, Косан, разве? А с Ретой? Я думаю, с Ретой-то ведь мы тоже можем замучить. И есть у нас библиотека. Ну, знаете что, Рин любит клюв. Рин даже работала какое-то время в библиотеке. Да, водится за мной. Такое вот воспоминание поэтам. Я выбираю тебя, библиотека. И вступаю туда. Все решили, да? Тогда веселитесь. Ну, я не знаю, как тут насчет веселиться, но посмотрим. Оу, вот так вот значит у нас, ребята, дело будет идти. 12 апреля. Нам даются способности. То есть мы можем увеличивать наш ум, нашу силу и харизму, как я понимаю. Это интересно. Сегодня у нас факультатив, и чем же мы займемся? У нас есть выбор, да? Мы можем пойти на математику, можем пойти на тренировку, можем пойти на музыку. Если я вижу где-то музыку, я сразу выбираю музыку. Это просто... Просто вот вообще без вариантов. Музыкальный класс, какая прелесть, вы посмотрите. Тут даже композиторы есть. Правда, человеческие композиторы, судя по всему. Хотя школа-то птичья. Не знаю. Там на доске что-то написано, но я не могу разобрать. Мелодия, в принципе, такая, довольно незатейливая. Мы пели птичьи песенки. Они простенькие, но петь хором – одно удовольствие. Хорошо, это что-то нам дает. Рин получила новый уровень. Харизма увеличилась на 5. Здорово. Я очень рада этому обстоятельству. А дальше что? Сегодня в библиотеке. Лучше поспешить. А что в библиотеке-то? Факультатив просто? Или что? Хм. Скука. Как всегда. Библиотека не пользуется популярностью. Слишком мало книг? Ну, положим, это тебе там скучно, а я бы там развлеклась. Нашла бы, что почитать. Она на пятом этаже. Тут красивый вид из окна. Сидеть сложа руки так утомляет. Хорошо бы кто-нибудь пришел и спросил о чем-нибудь. Сейчас она будет на меня ругаться, да? Что, зачем я ее отправила в библиотеку, когда можно было побегать, например? Она ведь хотела бегать. Или тем же спортом заниматься. Но нет, я спорт не люблю. Ни птицы нет. Забавно. Можно ли сегодня закрыться пораньше? А, то есть ее прямо-таки библиотекарем назначили? Эх, хорошо бы было просто взять и улететь. Хочешь выпрыгнуть из окна? Пятый этаж – самый лучший вариант, мисс библиотекарь. Как мило. А ведь я знала, что тебя тут найду и что с тобой поболтаю. Нагики? Когда ты? Я и не уходил. В смысле не уходил? Хочешь сказать, что все время тут обитал, что ли? И его так просто не приметишь, как и доктора. Ты думаешь, что меня сложно увидеть, да? Это в порядке вещей. Я уже и сам заметил. Похоже, тебе нравится проводить время в библиотеке. Да? Что-то не так? Ты должен выйти на улицу? Нет, книги – это хорошо. Ну, знаете, прямым текстом так вот сейчас ему заявлять, что зачем ты тут сидишь в четырех стенах, когда нужно идти на улицу и наслаждаться свежим воздухом – нет. Тем более, что книги – это хорошо. Так я и отвечу. Они. А что они? Это с переводом какая-то фигня или что? Я так и не поняла, что они-то. Ну, хорошо, книги хороши. Может быть, Нагики имел в виду, что так и есть? А почему ты не начнешь тут работать, Нагики? Ты сможешь читать все, что захочешь. Я уже читаю все, что захочу. Подловил. Не отлынивай тебя от работы, мисс Библиотекарь. Нагики берет книгу с полки и уходит в глубь библиотеки. Какой же странный тип. Да, именно поэтому он понравился мне больше всех остальных. И если я выйду на рут именно с ним, то это будет очень даже хор и фок. Сидеть дома так приятно, расслабляет. Это что, твой дом? Это пещера какая-то. Ты серьезно? Фу, завтра же поход с классом. Нужно ли готовиться? Далеко мы не уйдем, так что обойдусь. Но здоровье превыше всего. Думаю, поем немного удона и спать. Не знаю, что такое удон. Какое-то японское блюдо может быть. Ну ладно, ребята, хорошо. Давайте на этом мы с вами закончим серию. А в поход пойдем уже в следующий. Ну что я могу сказать? Задумка интересная. То есть само по себе уже интересно, что ты не с простыми людьми строишь отношения, а с птичками. Но с другой стороны, они такие же, хотела сказать, люди. То есть ничего, наверное, сверхъестественного тут не предвидится. Нужно просто понять их. Разгадать характер каждого. Ну или не каждого. А того избранника твоего, которого ты выбрала. Я уж попытаюсь как-нибудь подобрать ключик к сердцу того, кого я выбрала. Но есть у меня, правда, талант выходить на плохие концовки. Поэтому даже не знаю, как у меня с первого раза все получится. Ну и пока что, в принципе, все. Меня устраивает. Мне интересно. Тут есть уроки музыки. Что вообще классно. Оно настораживает, не то чтобы настораживает, но вот это возможность, что мы можем ум себе увеличивать, харизму. Придется за этим более внимательно смотреть, что ли, для того, чтобы очаровать публику, которая тебе больше всего понравилась. Как в Денделайон, где тоже нужно уделять внимание таким вот факторам. В общем, это непросто, но я попробую. Пишите все, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Мне приятно вам не сложно. Если кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь, заходите, смотрите летсплеи, не только мои, но и других ребят. Мы все будем рады и благодарны. Всем всего доброго. И пока, ребята. Увидимся с вами в следующей серии.